Лекция сегодня у нас посвящена алгоритмам кластеризации, и в чем суть? Суть в том, что это лекция в некотором смысле отдых для вас и частично для меня, просто потому что сегодня будет гораздо меньше всяких там выводов, теорий вероятности, которые вас прилично кормили последними лекциями, и в частности на последние особенно. Вот, сегодня будет проще, сегодня будет лекция про евристики, но евристики, которые хорошо себя зарекомендовали и хорошо работают. Да, соответственно, мы сегодня говорим про алгоритмы кластеризации, но помимо этого чуть-чуть поговорим вообще про задачи обучения без учителя, как вам говорили еще на первой лекции, да, мы в мире машинного обучения выделяем два с половиной типа задач, это, помогайте, задача с учителем, без учителя и... А? Нет, не совсем с подкреплением, там еще есть третья такая. И то, и то, и то. Не совсем. Частично сложно. Тоже не совсем. Ну же. Окей, все, что вы говорите, это тоже как бы тоже задача машинного обучения, но там есть с подкреплением и прочее, но в целом, да, с учителем, без учителя еще anomaly detection есть, который тоже выделяет, поиск аномалий, который тоже выделяет в отдельную подзадачу, хотя на самом деле она очень похожа на задачу без учителя. Вот, и сегодня мы будем говорить исключительно про задачи обучения без учителя. Вот. Напомню, чем они отличаются. Ну, хотя вы, наверное, знаете, это не хуже меня, и можете мне тоже в этом помочь. Так чем же отличаются задачи без учителя от задачи с учителем? Размешка, а что именно? Где-то лучше, где-то хуже или как? А? Где-то есть, где-то нет. Хорошо, где есть? С учителя. Окей. Без учителя разметки нет. Да. Примерно так это и работает. Так почему же вообще задачи без учителя вообще можно как-то решать? Почему в машинном обучении вообще пытаются их решать? Ну, ответов на этот вопрос множество, но очень хороший ответ дал вот в 96-м году Джеффри Хинтон. Это пионер, ну, не столько машинного обучения, сколько, скорее, наверное, глубокого обучения, но очень такая известная личность в мире машинного обучения. Поднимите руки, кто о нем слышал? Целый один человек. Ну, вот после сегодня вы будете слышать все. Запомните эту фамилию, она вам очень сильно пригодится, просто чтобы искать качественную информацию в мире машинного обучения. Можно подписаться на Twitter и так далее. Это очень крутой чувак. Вот, в частности, он заметил, что задачи обучения без учителя имеет смысл решать, просто потому что они очень похожи на то, как реально учится человек. Основной поинт здесь в том, что, ну, во-первых, человек учится путем просто смотрения. Вот, we just look, да? Дальше идет много текста, в чем суть и какие-то цифры. Поясню за основные цифры. Здесь в нашем с вами мозгу 10 в 14 нейронных связей. Это, как вы понимаете, много. И исходя из такой средней жизни 10 в 9 секунд, я даже не хочу представлять себе эту цифру, ну, видимо, это много, но вот в среднем мы живем 10 в 9 секунд. Предполагается, что когда мы учимся с учителем, то нам кто-то дает входной сигнал, ну, то есть метку. Ну, например, там вот как здесь написано, например, мама говорит, вот смотри, это собака. И ты, типа, должен запомнить, что, ага, ты вот на что-то посмотрел, и метка у того, на что ты посмотрел, это собака. Получается, что ты получил бит информации. В чем проблема? Проблема в том, что, очевидно, в нашей с вами реальной жизни очень сложно устроить сеттинг, при котором вы будете получать такие входные сигналы чаще, чем, ну, условно, раз в секунду. Ну, просто нет столько, у вас не сформированы ваши чувства так, чтобы сильно быстрее получать, ну, процессить эти метки, которые вам дают. Поэтому в худшем случае, да, если предположить, что раз в секунду вам кто-то что-то рассказывает новое про этот мир, то вы сможете активировать 10 в девятый бит. Вот. А связи у нас с вами 10 в 14. И по-хорошему, чтобы полностью утилизировать наш мозг, нам нужно примерно, да, 10 в пятый бит в секунду получать. Ну, очевидно, что супервайст, то есть с учителем, это сделать просто не позволяет наш окружающий мир. Поэтому человек адаптировался, и гораздо больше он смотрит на мир и просто вот, и формирует какие-то паттерны. И изредка действительно ему поступают эти метки. Вот когда метки поступают изредка, это больше похоже на задачу обучения с подкреплением. Вот. Но в целом, в целом, можно считать, что мы учимся без учителя, потому что реально подавляющее большинство информации, которые мы с вами в себя принимаем, она не размеченная. Вот. Поэтому эта задача очень важна. Задача вообще в информ... ну, как это называется, в Pattern Recognition, да, один из синонимов датамайнинга машинного обучения, то есть поиск образов, распознавание образов. Соответственно, вот, мы единственное, откуда можем брать, это input itself, то есть сам вот, то есть то, что реально к нам приходит. Там меток зачастую нет. Поэтому, научившись решать такие задачи, мы действительно получаем гораздо больше информации о данных, о мире, о домене, который мы исследуем. Поэтому, если у нас есть данные, но нет меток, это не повод ими не пользоваться. И мы с вами сегодня научимся ими пользоваться благодаря алгоритмам кластеризации. Что такое вообще задача кластеризации? Это задача обучения без учителя, у нас нет меток, но в целом, что такое кластера, даже, наверное, надо сказать. Кластера — это группы, определение которых, ну, такое очень условное, заключается в том, что внутри этой группы все объекты похожи, а в разных группах, соответственно, объекты отличаются. Ну, то есть задача заключается в том, чтобы одинаковые объекты схлопнуть в одну группу, и при этом все, что не похоже, утащить, да, подальше. Вот примерно это мы с вами сегодня и будем делать. Обучение без учителя, объекты из разных групп отличаются, объекты в группе похожи друг на друга. Ну, занимаемся мы этим делом с вами на всем множестве, которое нам доступно. Здесь не имеет смысла выделять train, валидацию, тест, просто потому что, на самом деле, у нас в смысле, там, обучения какого-нибудь задачи с учителем, у нас все множество — это тест, на котором мы не знаем с вами меток, и проверять нам особо нечего. Вот. Почему задача кластеризации вообще нашла свое место в машинном обучении? Ну, какую-то интуицию я вам дал, но по факту, да, то есть основной посыл заключается в том, что неразмеченные данные — это лучше, чем отсутствие размеченных данных. Как это используется в реальных задачах машинного обучения? Я бы здесь выделил из того, что написано, наверное, три ключевых пункта. Первый — это сегментация, это действительно способ адаптировать свои модели машинного обучения не на весь поток данных, а на какие-то конкретные группы, ну, то есть, например, на кластера, да, о которых мы будем говорить. Мотив здесь такой, что модель может на всем множестве работать не очень, а когда мы это дело сделаем первый конкретный кластер, ну, то есть, на конкретный кластер свою модель, на конкретную группу свою модель, это будет работать гораздо лучше. Вот так, в частности, устроено в рекламе, да, что сначала множество пользователей сегментируется, а дальше в зависимости от сегмента применяется различная бизнес-логика. И в целом, в целом, алгоритмы кластеризации, они помогают чаще не напрямую принимать бизнес-решение, а улучшать принятие этого бизнес-решения. То есть, реальное бизнес-решение зачастую в машинном обучении принимает, ну, там, модели, которые обучены с учителем, или в крайнем случае, там, с частичным подкреплением. Вот. Соответственно, получается так, что мы хорошо, если научимся кластеризовать, мы очень сильно помощь можем оказать нашим моделям, но вряд ли мы придем и скажем, а давайте вот output нашего кластера — это и есть итоговая бизнес-логика. Потому что, ну, просто так, узнав, что вот эти пользователи похожи, а эти пользователи отличаются, как бы, очевидно, нужно что-то еще, чтобы извлечь из этого выгоду. Вот выгоду будут извлекать модели, обученные на размеченных данных. Но, получив хорошие кластеризации, в данном случае хорошие сегментации, да, мы действительно можем сделать гораздо лучше, чем, допустим, использовать одно и то же в среднем. Вот. Поэтому сегментация, вот, например, рекламы действительно работает очень хорошо. Дальше написано «суммаризация», и я здесь ее объединю, наверное, с тематическим моделированием. Что подразумевается? Смотрите, очень много, например, в поиске связано с текстовым анализом веб-страниц, да. Как здесь может помочь кластеризация? И почему это может называться суммаризация? Смотрите, берем документы, которые состоят из множества слов. Начинаем их кластеризовать. Ну, для начала нам нужно их каким-то признаковым пространством описать. Вам на лекции про NLP рассказывали, как это можно сделать. Да, подсказывайте, как можно текст в вектор свести. Самый простой способ. OneHot самый простой. Хеширование следующее по сложности после этого. Вот, да. Соответственно, мы действительно можем получить какой-то вектор, и в этом векторном пространстве попробовать кластеризовать соответствующие тексты. Что мы получим? Ну, скорее всего, мы получим, если правильно сделаем кластеризацию, какие-то сгустки, да. А дальше какой предлагается использовать механизм? То есть что подразумевается под суммаризацией? Дальше заменить исходные группы текстов на, например, то есть считать, что все тексты, попавшие в одну группу, описываются вот этой самой одной точкой, которую мы выбираем из кластера. Ну, например, его центром. То есть в этом самом векторном пространстве центру кластера будет соответствовать некий вектор, правильно? И этот вектор таким же образом, как и какой-то текст из сети, будет представлять из себя, если это, например, багуфорс, да, какой-то набор слов. Вот можно считать, что этот набор слов — это суммаризация исходного множества текстов. Тематическое моделирование идет дальше, и вообще предполагает, что эти кластера еще обязательно будут отличаться по текстам, по топикам так называемым, да, topic modeling это называется. Вот, и по факту действительно, то есть можно забить на частности, свойственные каждому тексту, и для решения каких-то конкретных задач эффективно использовать именно свойства уже целой группы, то есть то, что ее суммаризует. Вот, в этом смысле действительно кластеризация может быть полезна. Аналогичным образом это используется для сжатия данных, то есть речь не обязательно уже идет о тексте, но концепция ровно та же самая. Мы берем большой пул данных, а дальше мы описываем исходные данные не тем, что в них представлено изначально, а, например, центрами кластеризации, которые мы запустили на них. Вот, таким образом, соответственно, кластеризация действительно может быть полезна в разных совершенно плоскостях для наших математических, для наших моделей машинного обучения. Ну и вот последний пункт, он, наверное, самый важный. В конечном счете, чаще всего это используется именно как помощь для конечной бизнес-логики. Как я говорил, чаще всего конечная бизнес-логика — это все-таки задача с учителем, это задача классификации, задача регрессии. Но признаками нам, например, никто не запрещает сделать условный one-hot нашего кластера. Точно так же, как мы делали one-hot по словарю нашего текста, да. То же самое, допустим, каждый объект теперь описывать вектором, у которого единичка на том номере кластера, которому он принадлежит, и нольки во всех остальных позициях. Соответственно, это какой-то признак, который дает дополнительную информацию на текущем объекте относительно его соседей. Вот, и это тоже хорошо заходит в классификациях, в скоринге и так далее. Ну, то есть это действительно может улучшить условно там качество классификации на несколько пунктов. И поэтому задачи кластеризации важны. Вот. Давайте немножко расскажу про типы вообще, как можно кластеризовать. Несколько плоскостей, на которые можно посмотреть, с которых можно посмотреть на эту задачу. В принципе, здесь с разными, с разных сторон посмотрим на это. Ну, вот жесткая и мягкая — это прям противопоставление. Что такое? Жесткая кластеризация — это когда наш алгоритм кластеризации предполагает, что объект будет отнесен ровно к одному кластеру. Такие, это сегодня мы с вами только такие рассмотрим. Вот. И достаточно интуитивно понятное допущение, что типа объект должен принадлежать одной группе. Вот. Но, очевидно, это подходит далеко не для всех случаев. Например, те же тексты можно отнести к нескольким темам. Вот. И нет смысла делать соответствующую кластеризацию жесткой. Поэтому есть набор алгоритмов, которые предполагают мягкую кластеризацию, то есть возможность отнесения соответствующего объекта к нескольким кластерам, причем с мерой отнесения. То есть, условно говоря, есть вес, с которым объект принадлежит к каждому из кластеров. Потенциально может сразу ко всем принадлежать, да, просто с разным весом. Вот. И иерархическая кластеризация — это скорее уже способ кластеризовать, а не характеристика того, как оно в итоге получится к одному кластеру или к нескольким отнесен объект. Это просто способ, с которым мы будем смотреть на всю нашу совокупность данных и пытаться описать ее наилучшим образом в виде кластеров. Иерархическая подразумевает такой способ разбиения, когда один кластер будет заключать в себе несколько других кластеров. И это, как я говорил, один из логарифмов, которые мы сегодня рассмотрим. И он, ну, стендалон такое разнообразие представляет собой не очень. В общем, его нечем сравнить. Просто это соответствующий тип кластеризации, который, вот, нужно запомнить, что, в принципе, внутри одного кластера могут быть несколько других, и мы по какой-то логике решаем их объединять. Плотностная тоже скорее группа алгоритмов кластеризации, чем способ кластеризации, подразумевает то, что мы можем ориентироваться на взаимное расположение точек в пространстве и смягчить вот это условие, одинаковые рядом, чужие, далеко, до соответствующих плотностей. То есть к одному кластеру относить не те точки, которые похожи в векторном пространстве, а те точки, которые цепляются, грубо говоря, друг за друга в векторном пространстве. Потенциально они могут расположиться на всем векторном пространстве, но если они делают это как-то достаточно компактно, то вот мы это все объединим в один кластер. Соответственно, то есть подходов великое множество, и все они, практически все они, кроме, пожалуй, мягкой кластеризации, они эвристические. Поэтому сегодня лекция будет про эвристики, которые работают, ну просто потому что они, никто еще не наблюдал того, что они не работают настолько, чтобы ими не пользоваться. То есть любая такая эвристика, она лучше, чем ничего не делать. Вот, про мягкую кластеризацию будет целая следующая лекция, и там вы снова погрузитесь в прекрасный мир вероятностей и распределений. Вот, в частности, там будет каждый объект характеризоваться смесью из-за распределений. Вот, сегодня мы с вами, как я говорил, отдыхаем, просто смотрим за часто очевидными эвристиками и убеждаемся в том, что они работают. Вот, по типам алгоритмов, которые мы с вами сегодня рассмотрим, к жесткой будут относиться два, нет, к жесткой будут относиться, на самом деле, все три. Вот, иерархическую мы с вами рассмотрим отдельно, аггломеративная кластеризация. Плотносную рассмотрим отдельно на примере Дебаскана. Можно? Популярный алгоритм, да, давай. Вы бы сегодня считаете, что все входные данные – это векторы числа? Просто векторы, да. Ну, да, это какое-то векторное пространство. И можете еще уточнить, как называются задачи, когда нужно на кластер метку определить? Это уже будет, соответственно, классификация, ну, либо регуляризация. Классификация уже известных классов. Как вот задачи? Нет, 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 там, смотри, придется делать кластеризацию в любом случае без учителя, а потом какую-то дополнительную информацию выискивать для того, чтобы решать уже задачу с учителем, вот. Ну, то есть, либо искать эту разметку, либо стратить ручные ресурсы на то, чтобы ее получить, и благодаря этому потом размечать соответствующие кластера. Ну, то есть, это будет последовательное решение двух задач. Я как раз чуть-чуть буду говорить про продуктовое применение алгоритмов кластеризации, кластеризации, там, условно, у нас в разных местах продуктовой логики, и вот что-то такое у нас тоже есть, когда есть сначала кластеризация, потом классификация этих кластеров. Так, да, прежде чем говорить про алгоритмы кластеризации сами, давайте поговорим о том, как мы их будем отличать. То есть, как мы будем отличать хорошие алгоритмы кластеризации от плохих алгоритмов кластеризации Соответственно, для этого нам нужна какая-то метрика качества, чтобы понимать, что мы сделали лучше или хуже И их примерно два типа, и мы рассмотрим по одной из каждого типа Их великое множество, метрика качества, просто потому что, как и юристик самих кластеризаций, можно придумать очень много способов сказать, что лучше, что хуже Ну, примерно так они делятся, что есть интуитивные в плане, хорошо, мы должны кластеризовать так, чтобы всех своих собрать максимально компактно, а всех чужих разнести максимально далеко от нас И вторая логика, благодаря которой мы сможем оценивать качество, это размечать происходящее внутри кластеров и понимать, а должны ли были вообще эти точки находиться в одном кластере или нет Сейчас примеры рассмотрим, будет чуть понятнее Ну, с интуитивными проще И, пожалуй, самая популярная метрика качества для алгоритма кластеризации, так называемый силуэт Именно реализуют соображение, благодаря которому мы хотим внутри кластера максимально близко собрать объекты И чтобы внутри все остальные кластера были максимально далеко разведены в терминах нашей метрики Смотрите, какие здесь входные данные? Соответственно, и это номер кластера, и, вернее, это номер объекта, о котором мы говорим Есть какой-то кластер цииты, в который мы уже определили объекты Дальше нам нужно понять, насколько хорошо мы это сделали И мы исходим из двух ключевых метрик Это среднее расстояние между объектами внутри кластера, к которому мы попали И среднее расстояние до объектов из соседнего кластера Первое — это, соответственно, аитое, второе — боитое Еще раз, аитое среднее расстояние до объектов внутри нашего кластера Нашего объекта внутри других, нашего объекта до объектов внутри нашего кластера Битое среднее расстояние до объектов из одного соседнего кластера Как мы выбираем этот соседний кластер? Мы просто берем самый ближайший То есть задача заключается в том, чтобы посмотреть, насколько вообще соотносится расстояние внутри нашего кластера с расстояниями до ближайшего кластера И вот это все заворачивается вот в такую метрику под названием силуэт. В числителе у нее стоит разница вот этих самых BIT минус AIT. И в знаменателе у нее максимум из этих двух расстояний. Ответьте мне на вопрос. Вот здесь написано, что… Ну да, на самом деле в конечном счете качество кластеризации – это усреднение таких метрик по всем точкам нашей выборки. Ответьте на вопрос. Здесь написано, что силуэт принадлежит минус единице, отрезку от минус единицы до плюс единицы. Во-первых, какая кластеризация лучше, которая равна единице или которая равна минус единице? Все ли согласны, что единица? Такое сомнительное молчание. Ну, вообще нет поводов не соглашаться. Но для этого нужно понять, каким предельным случаем соответствует силуэт равна единице и силуэт равный минус единице. Давайте начнем с единицы. Что нужно, чтобы соответствующая метрика была равна единице? Какая должна сложиться ситуация? Среднее расстояние до объектов из нашего класса должно быть равным нулю. И все. Правильно? Ну, да, желательно при этом, чтобы еще BEIT не было равно нулю, потому что иначе нам будет совсем грустно. Это что означает? Каждый объект – кластер. Каждый объект – кластер, да, все верно. Другой предельный случай. Когда она может быть… Когда она может быть равна минус единице? Вот, что нужно с точки зрения BEIT и AIT, чтобы она была равна минус единице. BEIT равно нулю. Так. Как это возможно? Все объекты в одном кластере. Все объекты в одном кластере. Среднее расстояние до объекта внутри этого кластера не будет, кажется, равно нулю. Ну, вообще это означает, что тот самый единственный кластер, который бы правильно описал нашу точку, который находится с центром в нашей точке и, вообще говоря, имеет нулевой раствор, вот, мы бы по какой-то причине к нему не отнесли. И получается, что у нас расстояние BEIT, а он, очевидно, ближайший к нам. Вот в таком случае BEIT будет равно нулю. Ну, это совсем такой игрушечный случай. На самом деле он не реализуется. То есть очень сложно себе представить способ, при котором такая ситуация сложна. Ну, то есть понятно, да, еще раз. Нужно, чтобы наш объект являлся кластером, но при этом, ну, то есть у нас есть множество объектов, есть множество кластеров. Кластера описываются, допустим, центром и там расстоянием до самого дальнего объекта внутри этого кластера. Ну, скажем. Вот нужно, чтобы объект, который мы взяли для оценки этого, ну, вообще, по-хорошему, для этого, чтобы она была равна минус унице, все объекты должны быть так кластеризованы, чтобы у нас был объект и был кластер, у которого есть центр вот в этой точке, при этом максимальное расстояние до самого дальнего объекта равно нулю, то есть он состоит из этой точки, ну, по какой-то причине мы не поместили эту точку в этот кластер. Ну, то есть, да. Поэтому просто общая интуиция такая, что чем больше силуид, тем лучше, а силуид лежит от минус единицы до единицы, и в идеале силуид должен быть равен единице, но это тоже, на самом деле, хороший вопрос, насколько это идеальный случай, потому что кластер из одного объекта хорош только тогда, когда этот объект выброс. Если у нас силуид в точности равен единице, то это означает, что у нас, ну, по сути, все объекты кластеризовались сами в себя, не очень хорошая ситуация, мы мало чего извлекли. Поэтому, в общем, чем больше, тем лучше, но чем больше, тем лучше, и в пределах от минус единицы до единицы. Предельность лучше реализуется на практике от слова никогда. Это значит, что в среднем ты настолько же далеко к себе, как и к другому кластеру. Ну, конечно, скорее всего, это не очень хорошо. То есть, вообще, мы целимся в положительный силуэт? По силуэту вопросов нету. Ну, так, окей. Следующий из… да, да. Там силуэт вообще, как сумма, делим на N. Да, да. А, да, понятно, что я делюсь. Окей. Дальше. Мы хотим как-то все-таки расширить это понятие. Ну, то есть, мне вот, например, интуитивно, когда я занимался задачами кластеризации, мне не было очевидно, что две разных кластеризации, одна там 0.9, другая 0.8, гарантированно так, у которой 0.9, продуктовое поведение такого множества объектов будет лучше, чем у предыдущего. Потому что, по факту, мы, конечно, знаем, что, наверное, мы объекты сгруппировали лучше. А насколько мы вообще верно их сгруппировали? Ну, то есть, может быть, у нас внутри одного кластера все равно получится такая ситуация, когда туда попало то, что не должно было называться, ну, допустим, если мы говорим про тематическое моделирование, темой политика. Взяли и запихнули туда, не знаю, там, экономику. Ну, да, наверное, экономика ближе к политике, чем какой-нибудь спорт, но в целом экономика тоже не должна быть в этом кластере. Так вот, предыдущая метрика нам никаким образом не поможет такую вещь задетектить и понять, что вообще, говоря, с качеством нашей кластеризации не все хорошо. Но тут на выручку нам приходит другой подход, и исходит он из того, что у нас есть некоторая априорная информация о правильной размерке. Пока это звучит такой недостижимой мечтой, но на деле чаще этого можно добиться, чем нет. Сейчас расскажу как. Смотрите, исходим из того, что у нас дана правильная кластеризация, то, что называется P со звездой. Что это подразумевает? Подразумевает, что к каждому объекту ставится метка, в каком кластере он по-хорошему должен находиться. Вот, а мы строим какую-то другую кластеризацию и приписываем каждому объекту какую-то метку, которую вот наш алгоритм сказал. Соответственно, если у нас есть разметка на кластеропии и оптимальная разметка P со звездой, как мы можем использовать привычные нам метрики качества классификации для того, чтобы ответить на вопрос, насколько наша кластеризация хороша? Ну, как бы, по сути, да, мы получили таргеты в виде P со звездой. Вот нужно как-то что-то такое сделать, чтобы можно было использовать метрики классификации. Какая-то поправка на смену таргетов. Смотри, что здесь подразумевается? Ведь правильная кластеризация — это просто отнесение нужных объектов к нужному кластеру. Кластер может быть, там, не знаю, в одном случае мы получили 10 кластеров, в другом случае — 3 кластера. Вот нужно как-то этот факт тоже учесть, что правильная кластеризация... Ну, то есть мы не можем... У нас могут быть разные мощности у этих таргетов, у того, в который получили кластеризацию мы, и тот, который нам задан изначально. То есть мы не можем просто напрямую сделать так, что, ага, у нас есть объект, есть кластер А, а здесь у нас кластер единичка. Вот, и нам нужно... И, соответственно, следующий объект — кластер B, а здесь опять кластер единичка. Ну, короче, то есть нужно как-то все учесть и понять, как мы можем строго описать качество классификации. Вот, ну, то есть если поставить вопрос, как сформулировать, там, не знаю, пресижен кластеризации, как бы мы это делали? То есть нужно определиться с тем, что такое в пресижен, да, ну, не знаю, числитель, деленный на знаменатель. В числителе — это... Как у нас там задача классификации была? В числителе — это, соответственно, true-positive разделить, да, на все позитивы. Вот что такое позитив в терминах кластеризации? Отличие в том, что, может быть, разный числок кластеров. Например, да. Какая разница, какой числок кластеров, если мы верно отнесли? Верно отнесли... Вот, должно быть 10, у нас 3. Да. Мы какой-то угадаем. А вот как понять, какой из них... Какие из наших 10 считают за те 3? А мы не знаем, соответственно. Нет. Ну, взять максимальное по мощности вложено. Максимальное по мощности наполнение в исходной кластеризации или в нашей? Ну, мы перебираем классы правильно, все объекты смотрим максимально. А, типа мы их ставим так, что, короче, окей, у нас есть с одной стороны 3, с другой стороны 10, давайте упорядочим по объему и скажем, что вот они мапятся один в другой, вот именно по упорядоченности. Первые 3 здесь, ну, то есть все 3 здесь матчатся в 3 наших самых мощных. По мощности пересечения только. А что есть в этом термине пересеклись? Или у нас объекты пересеклись. А, я понял. Нет, объекты, конечно, не те же. То есть те, которые лучше всего пересеклись... А, я понял. Ну, вот это уже... То есть мы тут смотрим на пары кластеризации, да? Да. Ну, на самом деле, правильный ответ, не буду вас больше мучить, заключается в том, чтобы смотреть на пары объектов. Ведь на самом деле задача кластеризации, напомню, сводится к тому, чтобы все одинаковые объекты отнести к одному кластеру, все разные объекты разделить по разным кластерам. Соответственно, основное требование кластеризации заключается в том, чтобы, если мы выбираем пару объектов внутри кластера, то эта пара объектов должна принадлежать... Ну, короче, должна соответствовать некой одной сущности. Соответственно, задачу кластеризации можно ввести через оценку качества классификации следующим образом. Мы берем пару и фиксируем для нее таргет в виде, должен ли, должна ли эта пара находиться внутри одного кластера или не должна. Вот. И кластеризация пи со звездой нам прекрасным образом позволяет это сделать. То есть мы разворачиваем нашу исходную кластеризацию на пары объектов и ставим единички там, где пи со звездой у них совпадает, и нолики там, где пи со звездой у них не совпадает. И то же самое делаем, соответственно, с нашей кластеризацией. Вот. Это примерно то, что здесь и написано. Рассмотрим все пары объектов, проставляем паре класс 1, если у них пи со звездой одинаковый, и ноль, если у них пи со звездой разный. Вот. И наша кластеризация точно так же для пары определяет наше предсказание. А дальше какую метрику мы будем использовать после того, как такой сеттинг использовали? Какую метрику классификации? А зачем нам здесь рекол? Ну то есть, смотри, идеальный рекол в задаче кластеризации, это когда мы получили один кластер, в котором все объекты одинаковы. То есть, целиться нужно исключительно в пресижен. Пресижен и минимальное число кластеров. Поэтому метрики кластеризации, они обычно не... Ну, если в терминах классификации говорить, они обычно рекол не мониторят. Но вот вопрос, что они мониторят. То есть, какие есть у нас метрики классификации, которые, допустим, какие бинарные, да, у нас здесь речь идет про бинарную классификацию, которые могут помочь нам хорошо описать, получить ответ на вопрос, хорошо мы кластеризовали или нет. У нас получают две матрицы, мы смотрим, сколько клеток одинаковых. Вот, как это называется? Я не знаю. Действительно, у меня же не было лекции по качеству классификации. Ладно. Еще идеи есть? Они хеменны? Я не хочу подробно. Зачем? Ну, сравнивать объекты по хору. А объекты — это пара. И они характеризуются ровно одной чиселкой. Да, нет. Да ладно, на самом деле это несложно. У нас вариант всего несколько либо пресижен, либо экироси. Вот мы будем делать экироси, потому что для нас... Что для нас важно, да? Это число пар, где мы верно предсказали объекты внутри одного кластера. Еще у нас есть, на самом деле, очень много пар, для которых исходная кластеризация P со звездой отнесла их в разные кластера. И такие нам тоже нужно как бы учесть, то есть нолики наши. Поэтому нам нужна экироси. То есть нам равноправно нужно учесть единички нашей классификации и нолики нашей классификации, что в терминах кластеризация означает верная кластеризация объектов внутрь кластера и верная некластеризация объекта по разным кластерам, да? Ну и, соответственно, в знаменателе число всевозможных парций из n по 2. Вот такая штука очень интуитивно позволяет упростить понимание качества кластеризации с одним вопросом. А откуда же взять P со звездой? И это действительно такой хороший вопрос. Чаще всего, если у вас есть P со звездой, вам, вообще-то говоря, наверное, можно не то, чтобы сразу решать задачу кластеризации, а немножко подумать и свести ее к задаче классификации. Но все же, чаще всего pipeline выглядит примерно так. У нас есть много-много-много объектов, про которые мы ничего не знаем. Мы построили кластеризацию P, и нам нужно оценить качество. Вот, и мы действуем примерно так, как мы бы действовали, когда у нас есть, когда нужно посчитать, я, кстати, рассказывал про это, когда нам нужно посчитать Precision, но не на нашей выборке, а на потоке. Мы обсуждали с вами, какую из метрик бинарной классификации лучше и удобнее считать на потоке, Precision или Recall, обсуждали почему. Ну, сошлись на том, что для того, чтобы примерно посчитать Precision, нам нужно там 400 точек разметить и, исходя из них, получить оценку Precision на сэмпле. Вот, чем больше знаменатель будет к этим 400, тем лучше будет Precision, да, если он в идеале будет 400, то можно считать, что там с определенной доверительной вероятностью у нас единица Precision. Вот здесь точно так же действуем мы примерно так. Мы построили кластеризацию P, мы ничего не знаем про P со звездой, но мы можем узнать, насамплировав какое-то количество пар и отдав их на разметку. Это гораздо дешевле, чем попросить разметить всю изначальную, все изначальные, всевозможные пары объектов. Мы просто берем какой-то случайный сэмпл и отдаем, например, ассессорам. Это гораздо дешевле, чем все вместе отдавать, да, и это нормальное приближение для нашей кластеризации. С единственной поправкой, пары нужно учитывать для такой оценки с весом размера соответствующего кластера. Ну, потому что очевидно, что верно разметить кластер из двух объектов и верно разметить кластер из 10 тысяч объектов – это не одно и то же. Если вы верно разметите кластер из 10 тысяч объектов, вы гораздо круче. Вот, поэтому и учитываем вес. Итого, общий pipeline такой. Сделали кластеризацию, посмотрели либо сами глазами, либо кому-то отдали на разметку, кто лучше разбирается в задаче, какое-то количество пар и посмотрели, сколько у вас соответствия в попадании должны, те были объекты попасть в один кластер или не должны. Вот как-то так. С метриками больших вопросов нет. Да, едем дальше. Дальше, наконец, поговорим про то, как это дело будем кластеризовывать. И начнем с алгоритма Cummins, метод К-средних. Вот. Наверное, самый популярный алгоритм кластеризации. Его популярность обусловлена двумя основополагающими вещами. Он просто в понимании, он гарантированно сходится. И у него даже есть некое оптимизационное обоснование. Вот это будет сегодня единственная оптимизация, о которой мы с вами поговорим. Ну, это будет буквально полслайда для того, чтобы нам помочь получить этот алгоритм. Итак, какие положения у алгоритма Cummins? Во-первых, это алгоритм жесткой кластеризации. То есть мы будем приписывать объект одному кластеру. Во-вторых, K, даже вынесено название, это параметр нашего алгоритма. Это его, в конечном счете, относит к его недостаткам. Ну, в общем, нам нужно знать число кластеров заранее. Это часто не проблема для некоторых задач. Ну, то есть мы знаем, если мы там, не знаю, классифицируем, как, знаете, в эскалернике классифицируют ирисы, но они знают, на сколько типов ирисов есть. И таким образом можно кластеризовать на конкретное число K. Исходя из этого. Но далеко не во всех задачах можно так наперед сказать, ага, насколько же множество нам нужно побить наш весь с вами датсет. Итого, у нас есть параметр алгоритма K, и мы будем получать разные результаты в зависимости от значения этого параметра. Какие K, это так, как это называется, структурный параметр задачи, внешний параметр, ну, в общем, да. Есть внутренний параметр у этого алгоритма. Я, ну, в принципе, как для многих алгоритмов кластеризации, понятно, о чем идет речь. Два здесь таких параметра для каждой точки. Это, соответственно, даже, ну да, для каждой точки мы фиксируем первый параметр, это факт принадлежности к соответствующему кластеру, то, что здесь называется RNK. То есть N — это наша точка, K — это число кластеров. Ну и, соответственно, поскольку у нас жесткая кластеризация, то только один из всех RNK у нас будет единицей. Здесь написано две суммы, то есть по факту только одно слагаемое будет реализовываться. Соответственно, параметр RNK — первый из них. Второй параметр этого алгоритма — это центр кластера. Кластеров у нас K, соответственно, параметров таких тоже K. Вот. Что такое центр кластера, интуитивно понятно. То есть что мы говорим изначально в алгоритме? У нас есть K кластеров, и они характеризуются центрами, все, больше ничем. Ну и принадлежностью точек к этим кластерам. А дальше алгоритм заключается в том, чтобы засайнить к соответствующим кластерам нужные объекты и периодически пересчитывать эти самые центры. Что он на самом деле оптимизирует? Оптимизирует он вот, да, такой лосс, где двойная сумма, как я уже сказал, по объектам, по кластерам. Что внутри этой суммы? RNK — это, соответственно, факт принадлежности, только одно из слагаемых будет активно для каждой точки N. И дальше идет XN минус MUK. Что это такое? Расстояние до центра. Расстояние до центра, все верно. Вот, если брать сумму... Ну, то есть в среднем расстоянии... Ну, не среднем только, а суммарное расстояние. Ну, единица, наверное, нам тут не повредит, можно и с ней рассматривать эту задачу. В целом речь идет о среднем расстоянии до центра кластера каждого из объектов, да? Повторюсь, речь идет не до какого-то одного центра кластера, а до соответствующего центра кластера, к которому отнесен объект. Вот, с RNK разобрались, с MUK разобрались. Параметры эти внутренние, то есть оптимизируются. Параметр K внешний, то есть подлежит поиску. Да, как мы, кстати, оцениваем обычно структурные параметры в задачах? Какие вообще вы знаете примеры структурных параметров в задачах? Мы уже просто сталкивались, наверное, с ними. Точно сталкивались. Количество соседей. Количество соседей, прекрасно. Как мы обычно их находим? На валидации. Да, на валидации. В чем заключается валидация? Как я говорил, здесь у нас нет такой возможности, потому что мы не можем сказать, что про эти объекты мы что-то знаем, а про эти не знаем, потому что мы про все объекты одинаково ничего не знаем. Вот, поэтому я чуть подробнее остановлюсь на том, как этот K подбирать дальше. Но в целом, да, общий подход такой, что нужно пробовать разные K и смотреть, что меняется. Вот, в случае с кросс-валидацией мы знаем, на что смотреть. Мы смотрим на какую-то из метрик. Вот здесь мы тоже будем смотреть на метрику, только непонятно, как ее автоматизировано подбирать. Поговорим про функционал и как его будем оптимизировать. Вот. У нас два параметра, соответственно, нужно оптимизировать по обоим. И стандартная, ну, это достаточно распространенная задача в машинном обучении, многофакторная оптимизация решается. Она, если, ну, даже не только численная, в данном случае, например, не численная, она решается по очередным фиксированиям каждого из параметров. Ну, то есть, по сути, частные производные, считать, да. Параметры у нас два, РНК и МЮК. Давайте начнем с РНК. Напоминаю, нам нужно оптимизировать РНК, то есть, выбрать такой РНК, который доставляет минимум Q. Считаем центры кластеров фиксированными, как выбрать РНК. Не понял, в смысле выбрать? РНК это параметр, ну, то есть, типа там, ну, по сути, индикатор, да, но в целом, какой-то там, какая-то чиселка. Вот, нам нужно, причем, их сколько у нас, n умноженное на k штук. Вот, и нам нужно собрать такой набор этих n на k штук, чтобы доставить минимум вот этого функционала прификсированных МЮК. Давайте посмотрим, к какому кластеру ближе этот объект. К какому кластеру ближе этот объект. Почему нельзя взять РНК и положить нулю? Ну, как бы Q равный нулю. Какое-то неопределение. Ну, там одна единица. Вот, там должна быть обязательно одна единица, потому что иначе получится так, что мы никакому кластеру не отнесли. Поэтому, да, исходя из того, что у нас ровно одна единица должна быть, ну, как бы потенциально могут быть и две, но тогда, да, во-первых, это будет не жесткая кластеризация, но суть даже не в этом. Суть в том, что у нас алгоритм будет функционал будет неоптимальным. Всегда можно убрать большее из этих двух слагаемых, например, оставить меньшее. Вот, поэтому, да, одно слагаемое, какое K выбрать, то, для которого вот эта штука будет наименьшей. То есть, действительно, ближайший к нашей точке кластер. Все понятно. Здесь проблем нет. Едем с MUK, там тоже, на самом деле, проблем не будет. При фиксированном РНК у нас остается, по сути, одно слагаемое, как оптимизируем. MUK уже. А почему-то оптимизируем, если мы знаем РНК. РНК знаем, теперь нам, ну, теперь мы фиксируем РНК. Стоит в константе. Сейчас, сейчас, фиксируем РНК, нам теперь MUK параметр. Все точки, которые должны залежать к кластеру, выбираем точку, чтобы было минимально сходное расстояние. Нет, оно задано уже. Вы знаете, MUK мы не знаем. На этом шаге мы его размораживаем и должны оптимизировать. То есть, у нас такая итерационная штука. Есть два параметра, и мы на первом шаге замораживаем MUK, оптимизируем РНК. И понятно, что в результате этого шага оптимизации РНК окажется равным единице для того кластера, к которому наш объект ближайший. MUK это не координаты. Координаты центра. XN это координаты точки, а MUK это координаты центра. Вот, соответственно, у нас по сути остается сумма модулей XN минус MUK в квадрате, ну норм, или два норм. Ну это штука, да, это действительно центр масс, просто потому что это для того, чтобы посчитать, нужно взять просто градиент, да, и получается очень простое выражение, которое фиксирует центр масс, центр масс соответствующего кластера. И это нам подсказывает итерационный алгоритм к-минс. Давайте его, перед тем, как переключу на следующий слайд, давайте мы его с вами сформулируем. Случайно? Да, изначально первый шаг алгоритма это выбрать MUK случайно, и все. Дальше все делаем. Ну вот, очевидно, то, что Q будет минимальным, когда количество кластеров будет равно количественного объекта. Ну и как-нибудь накладывается штраф на количество кластеров? Нет, K это, K это фиксированный параметр. Вот. Итак, первый шаг алгоритма это выбрать случайные MUK, то есть центр кластеров. Что делаем дальше? Это каким образом мы делаем? Для каждого объекта что делаем? Читаем XA-. По всем кластерам прибегаем, находим минимальный момент. Все верно. Относим таким образом точку к кластеру. Вот. После этого что делаем? Когда для всех точек так сделали? Там у нас в матерце получается NK выбираем в каждой из точки минимум. Это мы сделали. После этого у нас каждый объект будет принадлежать к какому-то кластеру. Следующим шагом? Пересчитываем центр кластеров. Все верно. Это целый один полный шаг алгоритма KMNs. И делаем мы так до сходимости. Что подразумевается под сходимостью? Какие идеи? Все центры остались на месте. Все центры остались на месте. Это значит, что вообще ни один объект не поменял. Ну, короче, ничего не поменялось, да? На практике этого ждать зачастую очень долго. И оставляют некий допуск в себе. Либо по тому, чтобы центры кластеров менялись внутри какого-то эпсилона. То есть мы позволяем нашей системе еще не окончательно зафиксироваться, но уже меняться незначительно. Либо, нет, здесь 10 второго, либо нет. То есть здесь действительно допуск на то, что мы просто остановим этот процесс, когда у нас центры перестают существенно меняться. Потому что как только у нас перестают меняться вообще назначения кластеров, у нас действительно центры вообще никак не меняются. Вот. И это на практике гораздо более частый случай. Вот. И тут как раз вопрос, сходится ли алгоритм, почему гарантируется сходимость. Такой вопрос со звездочкой. Можете подумать на досуге. Ответ не то, чтобы прям сходу бросается в глаза, но факт в том, что действительно эта штука сойдется. И это один из предельствий алгоритм Каминс. То есть мы в любом случае его запустим, эту цепочку, и он будет считаться, но он досчитается достаточно быстро, кстати. Вот. Соответственно, здесь проблем с этим нет. Окей. Идем дальше. Пример того, как это дело работает. Есть некая комбинация точек, которые нам нужно кластеризовать. Случайно выбираем центры двух кластеров. Ну, вернее, изначально говорим о том, что у нас кластера 2. И выбираем центры этих двух кластеров. Ну и дальше вот несколько итераций показаны. Сначала понятно, да? То есть у нас отнесется все, что ниже этой диагонали к красному, все, что выше этой диагонали к синему классу. Ну, вернее, к кластеру. Вот. И дальше начинаем пересчитывать. И после этого у нас уже будет как-то поинтереснее все происходить. Крестики у нас начинают потихоньку выправляться в нужную сторону. Вот. И несколько итераций, по сути, на этом распределении данных уже приведут к тому, что мы получим нужные кластера. То есть, на самом деле, алгоритм очень эффективный. За это его любят. Есть вот в книжке Бишопа очень красивая картинка, когда можно кластеризовать картинку. И при k равном 10, она действительно очень прикольно сойдется. Ну, если нужные цвета потом навесить на соответствующие кластера. Вот. То есть алгоритм хорош, не без недостатков. Ключевым недостатком считается необходимость выбора числа кластеров. и не совсем понятный ответ на вопрос, а исходя из чего выбирать. Что такое структурные параметры мы с вами поговорили. Как выбрать? Так, поговорили очень вскользь. Ну, общепринятая стратегия выбора k, про которую пишут в учебниках, она заключается в следующем. Попробовать разные и посмотреть, на что мы смотрим. Ну, как я говорил, всегда в структурных параметрах мы смотрим на какую-то метрику. Вот у нас меняется k здесь. А по оси Y отложен тот самый какой-то, какая-то метрика, да, которую мы выбираем. В данном случае, кстати, в данном случае это, наверное, есть тот самый функционал. Ну, вот можно смотреть, например, на него. Но в среднем, то есть интуитивно понятно, что нужно каждую классификацию, каждую кластеризацию описать какой-то метрикой. Например, да, средний разброс до центра. Это то, что в исходном функционале k-mins представлены. Или, например, средний, максимальный размер кластера. То есть, насколько далеки самые дальние элементы внутри кластера, следить за этой средней метрикой. Тут вариантов уже много. Это действительно и в ристики, и каждый из них будет работать. Но общее правило такое, что в зависимости от k нужно следить за какой-то метрикой. А вот дальше как выбрать ту самую значение k, при котором мы согласимся с тем, что у нас все хорошо. Вот как вы думаете, какой k выбрать в таком случае? 4, да. Почему? Не слишком. Подогнались. Подогнались. Вот здесь? А, вот тут подогнались, да? Да. Да, все верно. На самом деле, такое хорошее замечание, что по большому счету оно все уйдет к нулю. И это называется переобучение. Вот с переобучением можно зайти с точки зрения, ну, выбор k с точки зрения регуляризации. То есть, это вам тоже можно подумать дома. Но в целом, это называется правило локти, да? И мы выбираем точку, при которой все дальнейшие попытки дают нам минимум новой информации. Вот здесь у нас прям хорошо все сходилось. Дальше сильно медленнее. Вот. И утверждается, что нужно выбирать ту точку, в которой идет этот перелом. Вот. Типа локоть. Соответственно, здесь выберем 4 и будем этому рады. Но куча других задач, в которых, к сожалению, это не так. Ну, то есть, картина очень шумная и спадает достаточно гладко. И выбирать там нужно тоже. И тут действительно нужно подумать над тем, как, например, факт того, что оно в итоге уйдет в ноль, можно использовать для выбора k. Тут я вам, наверное, сейчас подсказывать не буду. Еще есть один недостаток у комминс. Заключается он в том, что очень сильно зависит от начальной инициализации. Мы говорили о том, что мы здесь делаем это случайно. Дальше на практике, на практику мы с вами посмотрим, что действительно очень сильно неустойчивые результаты в зависимости от начальной инициализации. То есть, будем запускать несколько раз и получать разные кластеризации. Вот, и с этим нужно бороться. И бороться с этим позволяет такая модификация алгоритма под названием комминс++. Он здесь прям даже не отдельным слайдом, а просто как подход к тому, как можно более умно выбрать кластера изначально. На самом деле, достаточно простой подход. То есть, мы выбираем один кластер, центр одного кластера случайно. А дальше смотрим на наше множество и выбираем случайную точку, пропорциональную, ну, как бы случайно, но из распределения. Распределение получаем, исходя из удаленности всех текущих точек относительно последнего кластера. Ну, то есть, мы получили первый кластер, центр первого кластера. Дальше упорядочиваем все точки относительно удаленности от него. И чем дальше точка, тем вероятнее мы возьмем ее в качестве следующего кластера Это гарантирует нам как бы достаточно большое разнообразие в конечном счете То есть мы будем максимально широко опишем наше текущее множество точек кластерами Это для инициализации изначальных Это означает, что кластера скорее всего не будут рядом Да, вот в идеале нам так, ну то есть смотри, в чем, какое здесь первое утверждение, которое может быть не сделал акцент Заключается в том, что в качестве центров кластеров мы в любом случае выбираем объекты То есть уже не случайно какие-то точки в пространстве, а именно объекты То есть мы в любом случае будем релевантны нашей выборке И при этом мы достаточно разнообразно ее соберем То есть не где-то в одном месте все кластера понатыкаем, чтобы нам потом очень долго сходиться к итоговой картине А в разных местах Каминс плюс плюс – такое небольшое усложнение, которое лучше использовать, если эта реализация у вас есть Если ее нет, лучше реализовать, потому что полезно Да, здесь вроде все проговорили Вот, и есть, скорее не борьба с недостатком Это такое тоже расширение алгоритма Каминс, которое достаточно популярно Называется Камидоидс То есть речь идет уже не про кластераты, а про так называемые медоиды Для какой ситуации это используется? Помните, мы с вами говорили для СВМ, что есть отдельная удобная постановка для случая, когда у нас есть не сами объекты, а только расстояние между ними Вообще кластеризация, она во многом про расстояние И практически все методы, о которых мы с вами говорим, они по памяти, по определению требуют N квадрат Потому что нужно хранить расстояние попарного, попарное расстояние всех объектов Вот, и предполагая, что у нас есть только эта матрица И никакой дополнительной информации у нас нет Вот есть такое расширение Камидоидс, которое позволяет построить достаточно качественную кластеризацию по образу подобию Каминс В чем отличие? Точно так же инициализируем случайные объекты Ну, исходя из нашей выборки, вот А дальше мы просто берем и находим к соответствующей медиане К соответствующему медоиду, вернее Ближайший к нему Для каждого объекта находим ближайший к нему медоид То есть получается один шаг кластеризации Каминс пока, да Вот, в чем особенность? В том, что дальше мы эти медианные объекты будем пересчитывать внутри нашего кластера По нашим расстояниям и дальше большой смены уже объектов не будет То есть это своего рода плата за то, что мы не имеем доступа к самим объектам Потому что первоначальная кластеризация нас очень сильно, в общем, загонит в конечный ответ Дальше мы будем уточнять сам центр Но в целом уже ситуация мало поменяется Вот, и здесь исходимость уже гораздо менее очевидна, но она тоже наступит Эта штука полезна в очень некоторых случаях, когда вам действительно гораздо дешевле Но бывают такие примеры, опять же, для, когда мы говорим про СВМ, я их приводил Когда расстояние доступнее, чем сами объекты Вот, про комминс, наверное, на этом все Еще раз зафиксируем, что он хорошо сходится Считается он, ну, быстро, это такое очень абстрактное утверждение Вам на досуге посчитать быстро в терминах сложности алгоритмической Если у нас есть структурные параметры, это k размер кластера и n размер, число кластеров и n размер выборки Да, вот нужно посчитать, насколько быстро мы будем сходиться в терминах алгоритмической комплексности Можно дообучать на новых данных, расскажите, как Вот у нас есть зафиксированная кластеризация, как и у нас есть новые точки, которых раньше в выборке не было Как мы будем дообучать наш алгоритм? Ну, это новый центр мы запускаем А для того, чтобы новые центры, в смысле, новые центры Ну, что это инициализация, она уже нам нужна, однако Да И большинство объектов уже принадлежат к соответствующим кластерам Ну да, и новые тоже Вот что делаем с новыми? Типа новые относим к ближайшим кластерам А дальше? Запускаем Да, дальше запускаем пересчет центров Ну да, то есть мы как бы никаких новых кластеров не формируем ни в коем случае Мы просто и не пока ассайним, не меняем старые ассайны на кластера в нашей выборке То есть мы просто берем новые точки, про которые ничего не знаем Засовываем в существующие кластера и после этого продолжаем наш цикл по пересчету центров И смотрим, что меняется Может быть, что-то и поменяется для старых объектов тоже Так, то есть действительно дообучение здесь позволительно Можно предсказывать кластера для новых объектов Ну, то есть просто отнеся к самому ближнему из И действительно в силу популярности этого метода куча-куча реализаций Никогда не останетесь без них Ну, в общем, в эскалерне главное, что он есть Минусы много раз, исходя из того, что у нас действительно зависит от начального выбора центров И там, несмотря на то, что Каминс++ эту проблему как-то решает Все равно даже инициализируя Каминс++ несколько раз Мы будем получать все равно разные результаты, просто чуть более стабильные Но нет универсального рецепта стабилизации безотносительной выборки Число кластеров нужно выбирать самому Мы поговорили про эту проблему И выбросы могут все сломать Ну, вот такое утверждение Оно на самом деле для Каминс действительно имеет место быть И тоже вам можно факультативно подумать, почему так есть Про Камидойтс, что вы там называли медианными объектами? Смотри, Камидойтс это штука, которая... Центр должен совпадать с объектами Что значит медианный объект? Сейчас, центр... Нет, центр не должен совпадать Нет, или не медианными объектами? Ну, не совсем Мы их инициализируем случайно, а дальше находим ближайшие И все, после этого медианные объекты мы просто пересматриваем Вот Что значит медианный объект? Ровно такая же логика, на самом деле, как в Каминс Просто она упрощается до... Только расстояний У нас нет возможности... В чем отличие, да? Что мы не можем сделать? Мы не можем пересчитать вот эту штуку Вот, у нас нет вот этого Соответственно, нам нужно оперировать расстояниями Мы берем тот, от которого до всех остальных Ну, да, 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 средний Вот И, соответственно, это как раз приводит к тому, что у нас очень плохо меняются потом сами кластера Ну? Центры всегда совпадают с каким-то объектом Да, потому что это по определению... Выбираем Ну, по определению у нас, видимо, будет медиана Именно что... Это в любом случае медианный объект Объект? Да, да, да Да, ну да, поэтому, собственно, он сходится Может, нет, может, сойдетесь к разному цвету Нет Если у нас фиксирована инициализация, то нет Нет, а при разном... Конечно, да, но это основная проблема в том, что нам для того, чтобы хоть какую-то картину получить, нужно инициализировать по-разному У нас остались два непокрытых способа кластеризации Там практически не будет... Все нормально Не будет ни формул, ничего Там будут просто чистые ивристики Иерархическая кластеризация Ну, вот на примере, да, дерево языков Индо... Индоиранские Вот Европейские Индийские И, в общем, вот такая вот древовидная структура Примерно такой мы будем с вами делать со всеми нашими данными Различает... Так, ладно, про различать чуть позже Что это такое? Жесткая кластеризация По-прежнему один объект, один класс Можем делать... Можем выдавать ответ для любого нужного нам числа кластеров То есть мы как бы сразу прогоняем алгоритм и получаем ответы для любого числа кластеров А потом просто выбираем, какое количество кластеров нам нужно Он строит иерархию из этих кластеров, из всех возможных Но для этого нам нужно уметь считать расстояние между объектами Что, казалось бы, пререквизит для всех задач кластеризации Да, какое расстояние будем использовать для вап-страниц Сейчас не очень много времени, поэтому задумайтесь над этим ответом Про NLP На лекции про NLP вам должны были рассказать примерно Как у текстов расстояние считать Агломеративные алгоритмы и дивизивные алгоритмы Две разновидности иерархической кластеризации Агломеративные начинаем с ситуации, когда у нас k равна n объектов И после этого доходим до ситуации, когда у нас k равна единице Дивизивные наоборот Интуиция предельно проста С одной стороны мы идем снизу вверх То есть от каждого объекта есть кластер До все объекты один кластер Дивизивные ровно с точностью до наоборот Вот Весь алгоритм сводится к пункту 2 На каждом шаге объединяем два ближайших кластера Вот А дальше нюансы, как это можно делать Я не знаю, что здесь забыл Алгоритм к минус плюс плюс Неважно Расстояние между кластерами Исходя из того, какой способ расстояния между кластерами вы выбираете Вы получаете в общем случае разные ответы Какие есть возможные варианты На самом деле интуитивно то, что все просто Минимальное расстояние между объектами двух кластеров Ну то есть берутся два кластера и смотрятся попарные все точки И фиксируется расстояние между двух кластеров Как расстояние между двумя ближайшими точками из этих разных кластеров Максимальное расстояние между таких двух кластеров То же самое, только самые удаленные Среднее Тоже понятно, все попарные расстояния считаем и среднее Вот И расстояние между центрами кластеров Это когда мы предварительно посчитали Средний центр масс каждого кластера и после этого, соответственно, считаем расстояние между этими центрами. Все, что сами придумаете, тоже будет работать, потому что никакой универсальной правды здесь нет. Но есть один момент, о котором чуть дальше поговорим. Заключается он в том, что, ну, про вещественные и категориальные, мне тут, кстати, вопрос задавали, поэтому отвечу для всех. Когда у вас есть в задаче и вещественные, и категориальные признаки, возникает вопрос. Ага, если у нас вещественные меняются от, не знаю, от 0 до 100, а категориальные, после того, как мы по правилам ее сделаем в one-hot, она будет либо 0, либо 1, да, то а что же делать? Ну, на самом деле, нужно просто нормализовать это все дело так, чтобы у вас и вещественные были от 0 до 1, или, например, от минус 1 до 1 в случае нормализации, вот. И тогда соответствующую категориальную фичу тоже нужно нолик обозвать минус 1, 1, 1, и все у вас будет нормально. Вот, это просто будет два предельных случая для вещественного числа, и все будет работать. Так, про разные линкеджи. Соответственно, сингл — это минимальная, комплит — это максимальная, аверид — средняя, по всем парам центроид — это между центроидами. Есть еще ворд — это модификация авериджа и работает гораздо лучше. Вот, чуть позже про нее скажу. Да, теперь как это все выглядит. Значит, вот примерно так здесь отложены наши точки на оси. А по, соответственно, оси Y у нас отложено расстояние, при котором мы будем их собирать в кластера. Начинаем мы с ситуации, когда у нас каждая точка — это свой объект. И дальше мы, по сути, упорядочиваем все наши расстояния между кластерами, что на первом шаге является расстоянием между точками. Мы упорядочиваем и собираем ближайшие. То есть идем снизу вверх, вот по этой штуке, и как только встретили, следующую пару кластеров, которые можем собрать, собираем ее. Да, и так дальше. Вот, дальше мы, видимо, соберем вот это вот, после чего мы соберем вот это, потом мы соберем зелененькое, потом мы соберем это с вот этим кластером и так далее. В конечном счете мы получим один большой кластер. Вот. Алгоритм понятен? Если непонятно, спросите. Вот, потому что, мне кажется, это одна из самых интуитивно понятных вещей, что мы делаем в курсе машинного обучения. Критерий? Мы просто идем, мы зафиксировали, какое расстояние мы считаем, single, complete, average, какое нам больше нравится. Посчитали предварительно для всех объектов эту метрику. Ну, по сути, расстояние для всех объектов. Вот, и дальше, соответственно, идем от нуля. И как только встречаем пару, у которой соответствующее значение, да, расстояние равно, мы их объединяем. Таким образом идем от нуля до максимального расстояния и в итоге объединим все кластера. На каждом шаге мы объединяем два ближайших кластера. На первом шаге это будут две ближайшие точки. А дальше у нас остается только один вопрос. Что такое расстояние между кластера? Ну, как из расстояния между точкой и кластером перейти к расстоянию, грубо говоря, с объединенного кластера, да? Сейчас поподробнее на этом остановимся. А именно. То есть у нас есть расстояние между двумя кластерами. И по парным расстояниям каждого из этих кластеров до всех остальных. Дальше нам нужно не очень дорого взять и после объединения этих кластеров пересчитать соответствующее расстояние. Задача понятна? Вот как только мы научимся это делать, у нас не останется проблем. Вот для того, чтобы нам это делать эффективно, придумали Ланс и Вильямс формулу, которая очень удобна в использовании. Доказывается она для каждого отдельного способа связи, характеризуется тремя переменными. И для каждого способа связи все эти три переменные имеют определенные значения. Это не так важно. Главное, что если вы выбираете соответствующий линкач, вы должны пользоваться соответствующими аитом, битом и цитом. А на самом деле не и ты, а просто а, б, ц. Итого, расстояние между одним из объединяемых кластеров до нового, другим из объединяемых кластеров до нового, и разница между этими расстояниями, и все это на соответствующие коэффициенты. И это позволяет нам пересчитывать достаточно эффективно матрицу по парных расстояний, которая изначально была матрицей по парных расстояний между точками и постоянно будет редюситься. Вот, собственно, весь алгоритм. В конечном счете получается дендрограмма. Давайте еще разок на дендрограмму посмотрим и пара замечаний. Чем будет отличаться хорошая кластеризация от плохой кластеризации? Какие идеи? Вот исключительно из формы дендрограммы. Как вам кажется, чем будет характеризоваться хорошая кластеризация от плохой? Где высота маленькая? Маленькая высота? То есть, если бы у нас, ну, допустим, у нас все это смасштабировалось... Минимальная высота, где мы покрыли все точки. Да. Хорошо, что это значит? Ну, допустим, у нас бы это все уменьшилось до 10. Просто если взять и смасштабировать, это плохо или нет? Ну, как бы он не нормализован, поэтому потенциально он может идти далеко вверх. Не до бесконечности, конечно же, потому что в конечном счете это, скорее всего, будет расстояние между двумя самыми удаленными точками. Ну, типа диаметр задачи, да. В общем, кажется, что условно говоря, нам в конечном счете для того, чтобы сделать кластеризацию, чего не хватает здесь? Нет, мы пока просто построили иерархию кластеров. Мы еще не ответили на вопрос, как мы кластеризуем. Что нам для этого не хватает? Нужно выбрать порог. Ну, то есть, по сути, число кластеров, на самом деле, нужно выбрать. Либо дистанцию, на которую мы согласны. То есть, это одно и то же. И вот тут мы понимаем, да, что если мы проведем отсюда досюда, где-то к, ну, то есть, вот эту прямую, да, то мы получим один кластер, да. Если ниже, то два кластера и так далее. Вернее, нет, если здесь, то два, если здесь, то три и так далее. Сколько палок мы пересечем, столько кластеров у нас и будет. Вот. И здесь, что бы нам хотелось? Чтобы мы отсекли на таком множестве наши кластера, чтобы максимальная высота была у соответствующего столбика. Вот. И этим, на самом деле, линкеджи отличаются. Есть такое свойство у всей этой задачи, как раз, ну, ее по-разному можно по-русски называть. Но идея заключается в том, что каждое следующее вливание точек, оно должно происходить на дельте расстояния больше, чем предыдущее. Вот такое, типа, монотонность, что ли. И вот не все линкеджи удовлетворяют этому свойству. Но суть в том, что если у нас это, если у нас такое свойство имеется, то по определению, чем выше мы поднимаемся, тем, чем меньше кластеров мы оставляем, тем лучше мы еще и разносим наши точки в пространстве по этой самой дистанции. Вот. И эта кластеризация действительно будет хорошей. Не все линкеджи этому соответствуют. Это один из поводов, как ее выбирать. Вот. Насколько я помню, но это не точно. Но, насколько я помню, этой штуке соответствует средняя, average linkage, и точно соответствует Word. В общем, если в вашей реализации есть Word, там вот просто такая достаточно страшная штука. На самом деле она, чем Word отличается от среднего, некоторым взвешиванием. То есть среднее, это просто среднее, а Word там по-хитрому это дело взвешивает. Не так важно как, важно, что на самом деле вот этот линкедж работает лучше всего. Как именно можно там в Википедии посмотреть, я на этом сейчас не хочу останавливаться, но именно Word будет гарантировать, что у вас вот на этой картинке с каждым новым слиянием будет все больше и больше дельта. И в конечном счете вы получите наилучшее растаскивание объектов по кластерам. Вот, поэтому в дендрограмме мы заинтересованы в этих расстояниях, в том, чтобы они увеличивались. И проводить, ну, естественно, нужно где-то максимально высоко. По-прежнему решение об окончательном числе кластеров лежит на нас. Ну, дендрограмма, она просто помогает принять решение. Условно говоря, если между четырьмя и тремя у нас небольшая дельта, а между тремя и двумя большая дельта, то лучше, конечно, отсечь между тремя и двумя, то есть выбрать два кластера в конечном счете. Итого, то же самое с дивизивными алгоритмами примерно. Это когда начинаем один и отпочковываем на каждом шаге один объект, который, ну, хуже всего вписывается в текущий кластер. То есть ровно наоборот, но обычно пользуют вот снизу вверх. У нас получается, помимо самого кластера, у нас получается их иерархия. Ну, это какое-то дополнительное знание, которое сложно облечь в что-то полезное, но, тем не менее, может быть, там, просто взгляд на эту дендрограмму действительно нам позволяет понять что-то большее. Опять же, речь идет только про расстояние, здесь не нужны сами объекты. Пробегает все число кластеров от n до 1. Можно глазами посмотреть что-то, проанализировать. Понятно, как найти выбросы. Хорошая фраза. Ну, ладно. Сходу не совсем понятно, на самом деле, как найти выбросы, но окей. Долго, потому что нам нужно перебрать все… На каждом шаге нам нужно перебирать n квадрат, где n – это число кластеров. Вот, это реально долго. То есть комминс гораздо быстрее. Нельзя дообучать, потому что у нас вся информация о нашей задаче фиксируется в нашей дендрограмме. Задавать расстояние, ну, это не то чтобы минус. Мне кажется, написали до кучи. Итого, на самом деле, главное отличие, что у нас здесь иерархия кластеров, но мы за это платим. Платим двумя вещами. Это делается долго, и мы не можем эту структуру никак менять за счет новых точек. Можем только отнести к текущей кластеризации, никак ее не поменяв. Вот. Ну, такой самый простой. Ну, кстати, достаточно часто используемый способ кластеризации. И давайте чуть-чуть поговорим про плотностные алгоритмы, в частности, про DBSCAN. В чем основная суть? В том, чтобы вот кластера выделять, исходя из плотности объектов в пространстве. Вот здесь нарисованы разные формы, но у меня любимый вопрос, а какая форма кластера будет у алгоритма Cummins? Давайте подумаем, вот буквально минутку, какую форму кластеров определит алгоритм Cummins. Смотрите, более общий вопрос, неприменительный к этой задаче. В целом, какая форма кластеров у Cummins? Круги. А почему круги, не эллипсы, ничего такого? Сумма расстояния до центра. Сумма расстояния до центра, все верно. На самом деле у нас тут только один параметр, радиус, и не более того. На следующей лекции будет очень подробно объяснено, почему Cummins — это сферические кластера. EM-алгоритм, про который вам расскажут, — это эллиптические кластера. Именно потому что Cummins будет под множеством соответствующего алгоритма. Вот, здесь ни о какой форме конкретной речи уже не идет. Здесь мы объединяем то, во что объединиться. По принципу, действительно, близкая точка к моему кластеру — это тоже мой кластер. Вот. Интуиция какая-то такая, что нам нужно для того, чтобы такую кластеризацию провести. По-прежнему один объект будет к одному кластеру. Число кластеров здесь уже гораздо проще. Оно здесь определяется нашими данными, а не нами. И находит выбросы в тех терминах, что он просто не кластеризует некоторые объекты. Вот, но нам по-прежнему нужно расстояние. Итак, как этот алгоритм нам построить? Нам для этого нужно типизировать все наши точки на три возможных случая. Для начала введем два параметра. Два параметра у этого алгоритма — это число объектов, которые мы хотим находить внутри, вокруг нашего текущего объекта. И на каком расстоянии мы хотим находить это число объектов? Ну, то есть мы находимся в нашем объекте, мы смотрим радиус вокруг себя. И если мы находим заданное нами число объектов, то, что здесь названо там n, да, то, что здесь названо n, если мы находим, мы типизируем наш объект как core объект. То есть это тот объект, в эпсилон окрестности которого не меньше, чем заданное нами число точек. Ну, я не знаю, в терминах, на примере там эпсилон 0,1, n 4. Вот если в радиусе 0,1 в округе нашей точки мы находим 4 объекта, значит наш объект является core. Следующий тип объектов — это те объекты, которые являются, ну, находятся в эпсилон окрестности core объектов, но сами не являются core объектами. Понятно, да? То есть мы можем достичь этого объекта из какого-то core, идя вот по таким радиусам, но при этом сам по себе для него в эпсилон окрестности не найдутся уже n объектов. Такие объекты граничные. И есть все остальные объекты выбросы, которые не core и не граничные. Вот для Bascan про то, чтобы все core и граничные объекты собрать в один кластер, а выбросы, соответственно, не собрать никуда. Чтобы визуализировать это, чтобы это стало понятно, картина примерно такая. Мы здесь выбираем, ну, не выбираем, здесь на самом деле выбираются параметры. Если я ничего не путаю с радиусом, я не подскажу, но в терминах количество объектов, которые здесь мы хотим найти, кажется, их должно быть раз, два, три, раз, два, три, четыре. Вот. Красные точки — это core точки, желтые точки — это граничные точки, это штука выброс. Понятно, почему красный core, желтый — не core? А еще раз, это мы задаем или алгоритм? Это мы задаем. Ну, то есть это входные параметры алгоритма. А другие точки? Какие? Остальные. Мы что, все размечаем? Мы должны... Нет, все, что мы должны сделать, это сказать алгоритму, какой радиус и какой... Сколько точек искать внутри этого радиуса. Вот. В данном случае радиус какой-то, я не знаю, в каких терминах его можно здесь описать. И, ну, вот такой. И, соответственно, количество объектов — четыре. Вот для каждого объекта, внутри которого... Для каждого объекта, внутри радиуса которого найдется четыре объекта, мы его разметим красным. Это будет core объект. И таких объектов, на самом деле, здесь достаточно много. Почему у того красного... Вот самый правый красный, у него же цепь, внутри его радиусы. Вот. Ну, а вы стоите четыре. Четыре, вы включая себя. Ну, да. Соответственно, красные есть, у желтых нету. Вот у них вот здесь, видимо, у обоих по одному. Но при этом они достижимы из красных таким образом. Поэтому они тоже будут принадлежать соответствующим кластерам. В конечном счете наш алгоритм на конкретно таком разбиении сформирует вот такой кластер один и вот такой выброс отдельно. Более детально. Что нам для этого нужно сделать? Пример был про один кластер. На самом деле, кластеров, конечно, может быть больше. В терминах псевдокода проще всего это описать. По факту мы идем по всей нашей выборке, которую изначально помечаем непосещённый. То есть каждый объект непосещён. После чего идем по выборке. Первое, что мы делаем, это помечаем объект посещённым. Дальше собираем всех его соседей внутри того самого радиуса, который мы и передали. Если это число соседей меньше соответствующего заданного нами, ну, там, условно числа четыре, то мы помечаем этот объект как шум. Внимание, если мы на какой-то итерации пометили объект как шум, это не означает, что он гарантированно на выходе алгоритма останется шумом. Он может для какого-то следующего объекта, естественно, стать частью кластера. Вот. Но если наш объект насчитал в своей округе min points штук, то мы формируем кластер. Как мы это делаем? Мы его формируем отдельной рутиной, которая будет на соседнем слайде. Вот. Тут, собственно, всё про этот самый экспант кластер. Итак, что мы передали экспант кластеру? Это x, из которого, в которой мы стояли, и соседи x, которые мы нашли. Кластер, в который мы хотим отнести x, ну и дальше параметры алгоритма. После чего мы в этот кластер, собственно, помещаем сам x. Изначально кластер пустой, напомню. Посещаем сам x, помещаем. Дальше просматриваем всех соседей x. Что с ними делаем? Если они не посещены, то, во-первых, мы опять помещаем их посещёнными и забираем для каждого такого объекта своих соседей. И опять, если у нас число этих соседей больше, ну, короче, удовлетворяет core условию, да, то есть этот объект тоже core, то мы объединяем соседей, которых мы увидели у объекта x, с соседями этого нового объекта x1. Таким образом, у нас множество соседей будет разрастаться до тех пор, пока мы вот набираем этот один кластер, передвигаемся по core объектам. После того, как мы всю эту штуку сделали, у нас просто вот здесь цикл будет всё время удлиняться, да, то есть это множество будет постоянно пополняться до тех пор, пока мы не выйдем за пределы кластера. И посещаем, помещаем соответствующий x1 в кластер, если он ещё никому не принадлежит. Там кто первый, тот и прав. Вот как-то так, ещё раз. Тут всё просто, по объектам выборки идём. Как только встречаем непосещённый объект, внутри которого есть какое-то количество объектов, внутри которого есть нужное количество объектов, мы начинаем раскручивать его кластер. Эта процедура останавливается либо, когда мы вообще все точки NotWizited посетим, либо когда мы закончим с этим кластером полностью. Дальше у нас останется какое-то множество непосещённых точек, и мы вернёмся дальше к этому циклу. Вот, по факту это означает, что мы будем вот такие там странные формы объекта собирать, просто потому что они близко, а близко в терминах следующих. Внутри радиуса этих объектов находится min points этих соседей. Как-то так это работает, и это действительно из коробки самый крутой алгоритм в плане работает очень хорошо. Что происходит, когда встречаются два кластера? Они не встретятся, они у тебя наберутся ровно на моменте, когда ты его набираешь. У меня одна точка была здесь, другая здесь, и они начали вот так идти. Ты раскручиваешь вот это с одной стороны до тех пор, пока не упрёшься в конец кластера. А из какой бы точки я не раскручивал, всегда мы дадим тот же результат? Да, потому что всегда просматриваю всех соседей, которые должны в этот кластер попасть. Expand cluster гарантированно соберёт кластер, ты потом в него уже ничего не докинешь. А где у нас noise-объекты дальше меняются? Вот смотри, мы помечаем noise вот здесь. Mark is noise, но мы не делаем... Он уже и посещён, и он уже noise. Он посещён, он noise. Сейчас, хороший вопрос. Посещён, он noise. Так, not visited. Вот. Он может быть visited, но не в any cluster. Вот на этом этапе ещё может быть. Он в окрестности, но это как раз граничный объект получается. А зачем ты будешь поменять граничный объект? Для того, чтобы к соответствующей точке как раз не выкинуть. А, это вот этот статус, который... Да, не определён, да. Он не явно core, то есть не факт, что на нём надо собрать кластер, но если он в соседстве core, то его нужно отнести к кластеру. Вот. И да, это действительно очень хорошо работает. И по дефолту на небольших выборках прям лучше всего пользоваться именно такой. Ну, главный плюс, он сам определяет нужное число кластеров. Он дольше в терминах нам придётся очень много раз пересматривать одни и те же объекты. Вот. Каминса — это будет делать столько итераций, сколько нужно для сходимости. Здесь это нужно делать неопределённое число раз. Но в худшем случае кажется, он квадрат. Нельзя дообучать, но можно предсказывать для новых объектов. Мы опять фиксируем структуру кластера. И не так, как в каминс, можно легко докинуть несколько итераций на новых данных. Вот. Если кластера разной плотности, то у нас они... Там, где будет более большая плотность, мы, соответственно... Короче, у нас в чём проблема? В том, что у нас epsilon и minpoints — это универсальная характеристика всего алгоритма. Если у нас разные кластера должны идти с разными epsilon и minpoints, для того, чтобы корректно собраться, этот алгоритм этого сделать не сможет. Но это, кстати, такой частый кейс. На самом деле вот каминс с этим может побороться, например. Ну и есть внешние параметры, которые нужно подбирать. Примеры всего того, о чём мы говорили, если по дебоскану больше вопросов нет. Примеры трёх алгоритмов, о которых мы говорили, просто чтобы понимать, как они себя ведут. Дебоскан на таком множестве единственное, ведёт себя хорошо. Word — это, как я говорил, агломеративная кластеризация с линкеджем средневзвешенным. Здесь хорошо себя ведёт дебоскан, здесь хорошо себя ведёт дебоскан, и только дебоскан, и тут, и тут. А здесь вот, видите, по-разному получается. Но кажется, что дебоскан здесь ведёт себя лучше всех. А это хороший пример, когда, кстати, разные инстансы одного и того же алгоритма будут приводить к разным результатам. Вот этих двух алгоритмов, на самом деле. Ну, вернее, вот этого нет, вот этого, да. И это мы сейчас, наверное, с вами посмотрим в оставшееся время в семинаре. Давайте по пройденному, если какие-то вопросы остались. Всё ок, всё понятно. Всё понятно. Всё понятно.